Всем привет! С вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме, и телефон у меня в руках неспроста. Дело в том, что мы сегодня посетим ресторан, где в меню не присутствует английских и уж тем более русских никаких слов. И будем пользоваться исключительно Google-переводчиком для того, чтобы понять, что нам вообще здесь можно заказать. Таких ресторанов здесь очень много, в большинстве случаев как раз встречается, где ничего не понятно из того, что написано. Давайте попробуем сегодня этим и заняться. И вот оно меню. Давайте начнем уподобляться обычному совершенно туристу, который ни в зуб ногой, ни в одном языке, кроме своего родного. Как видите, здесь ни слова, что называется, ни на каком другом, кроме вьетнамского, нет. Я уже его немного полистал и увидел картинку устрицы. Как всегда, вот устрицы аппетайзером могут вполне себе замечательно выступать. Поэтому давайте посмотрим, потому что здесь выбор из устриц есть, что они с чем. Включаем онлайн, что называется, переводчик. Я хочу не по фотке сначала разобраться. Что я вижу сразу? Запеченный сыр с устрицами, отлично. Тайская речная. Сырные устрицы с тайским соусом хорошо. Устрицы на гриле с луковым маслом. Ну и хорошо. А васаби сверху, я так понимаю, это просто устрицы с васаби. Ну давайте попробуем запеченный сыром, естественно. Сырые с тайским. Ну и, да, и на гриле с луковым маслом. Так, с устрицами, допустим, все понятно. Сразу же можно... Так, ну, переводись нормально. Пункт возраст политики мне не очень нравится. Он каждый раз варианты меняет, но нужен нам тот, который нормальный. Опа, вот так вот остановили. Жареные кальмары с рыбным соусом. Осьминог на гриле с чили. Вот эти две позиции, допустим, возьмем. Все, отлично. Устрицы и вот кальмаров. И с осьминогом, да. Будьте добры, я вот остановил перевод. Теперь вот эти устрицы. Затем вот эти устрицы. И вот эти. Раз, два, три. Затем жареные кальмары с рыбным. Это у нас третье снизу, вот это. Позиция. И осьминог на гриле с чили. И вот эта позиция. Вот эти две. Да. Да. Три. Раз, два, три. Ну. Вот это и вот это. Будем вот чисто так. На своем родном. Я просто показал сверху там. Все, кроме васаби, заказать. Она все равно уточняет, какие именно. Странно, официанты здесь, кстати, зачастую меню своего вообще не знают. То есть, ты вот что-то просишь, а они все равно либо записывают и так далее. Но это вот обычное дело. Вот давайте смотреть, вот прям как обычный, приобычный турист приехал сюда. Попозже мы еще закажем. А пока это все. Окей. Вот. Нас, по крайней мере, поняли. Вот здесь переводик такой. Нужно, кстати, вот будет потом перевести конкретно. Я у жены попрошу. И вот она переведет то, что нам перевелось. Вот где-нибудь здесь снизу появится то, что нам Google конкретно перевел. Но нам сказали уже окей. Значит, окей так окей. Подождем то, что вот сейчас нам должны принести. И вот устрицы уже и поднесли. Я был такой сначала, думаю, а что это? Мы заказывали три устрицы, а принесли все три одинаковые. Но буквально через минутку принесли вторую тарелочку. Вот такую. Короче, не размахивайте пальцами, показывая три. Сейчас еще и третью такую же принесут, я уверен. То есть, у нас три вида, по три устрицы будет. Но ничего, устрички вполне себе размер приличный. Мы это вполне можем схомячить. Нормуль. За шум уж, извините, наиболее местный ресторанчик. И вот как раз-таки и под сыром подоспели. Вот они тоже отличные. Давайте попробуем для начала запеченные под маслом. Палочками это не очень удобно. Ой, горячие, горячие, горячие. Положить назад. Ага, они еще не сняты с ножки. Поковыряемся вот так. Так, ложку надо попросить. Вот сейчас эту я съем так. Хрен бы с ним. А вот ложку сейчас попросим. Ммм, горячие. Отличная устрица. Слегка прогретая. То есть, она не то, чтобы прям зажаренная. Но палочками, вот серьезно, вот это вот все. Есть не очень удобно. Давайте попросим ложку. Принесите, пожалуйста, две ложки. О, кивнули головой, значит все в порядке. А вот и они. Почему-то три. А здесь написано хай, это два. Странно, почему три принесла. Ну, видимо, не... У нас здесь трое все-таки, жена здесь тоже сидит. Но, тем не менее, мы общаемся исключительно вот так вот. Так, давайте теперь с тайским соусом. Она холодненькая, ее можно держать. А здесь сняли с ноги, прикольно. Ну, так вместе со всем. Ммм, а это вкусный соус. Здесь сверху лемонграсс. Он прям такой ядреный. Но за счет того, что он тонко порезан, он тоже прекрасно прожевывается. Вот эта устрица прикольная. Но она просто еще сыренькая, поэтому как бы действительно неплохо. Ну и теперь запеченную с сыром. Удержу я ее? Нет, не удержу. Очень горяченькая. Давайте ее вот так. О, сырец видно. Вот это порядок. Давайте вот так помогу. Оп. Вот это неплохо. Вот это уже сырец, да. То, что надо. Еще масля тут плавает. Слушайте, вот это должно быть вкусно. О! Вот это. Вы знаете, это неплохо. Но здесь, во-первых, сыр такой неярко выраженный. Как бы у нас мог бы быть соленый. И второе, это то, что здесь сливочное масло. Оно очень молочный вкус имеет. То есть здесь практически устрицу с молоком ешь. Своеобразно, вкусно, но слегка необычно для нас. Вот среди всех вот этих устриц мой фаворит. Ну, пожалуй, наверное, с тайским соусом. И вот это тоже очень хорошо. И на удивление, вот под сыром заняли третью позицию, третье место. Жирная липкая рыба плюс рисовая бумага. А, ну это что-то для спринг-роллов. В данном случае вот интересно, действительно, креветки на пиве попробовать. Так, поедем дальше. Вот с верхним пока прям не разберешься. Потому что вот это H. Я не знаю, что это такое. Для этого воспользуемся просто переводчиком. Например, с вьетнамского. Так, на русский. Что это он у нас будет говорить? Ну да, вот мы это имели в виду. А, это лягуха. Вот так вот все легко мы справились. А теперь уже по остальным штукам можно вполне себе понять, что имеется в виду под дополнительно. Просто жареная. А, вот там, кстати, проскочила жареная лягушка. С перцем, очевидно, и так далее, и так далее. Окей, лягуха не надо нам. Так, ну что-то у него не очень с верхним. Потому что я знаю, что такое бо, это говядина. А у него, ну-ка, давайте посмотрим, что у него получается вместо говядины. Леска на гриле, отец в клетку, каша с зеленой фасоли. Неплохо. Давайте попробуем вот эту надпись всю напечатать и перевести. Потому что здесь он совсем вот не справляется. И вот он перевел. Голубь ясный. Уточнил я. Уточнил, но без этого никуда. Бо-као это действительно голубь. Так что вот это вот все, это просто с голубем. А бо-говядина пишется по-другому, буковка О рисуется. Жареный голубь. Тактильный голубь. Ммм, желейная каша с зеленой фасоли. Ну, дальше, в общем-то, в принципе, вполне себе можно понять. А тем временем у нас уже подоспели и кальмары, как я вижу, и осьминоги. То есть, реально ничего не перепутали. Этот кальмар должен быть с рыбным соусом. Ну, видно сразу, что это не чищенный. Полностью как есть, так и приготовлен. Да, семечки острота есть с рыбным соусом. Ну, что же, почему нет? Кстати, неплохой набор овощички. Вот зеленые головки лука, лук репчатый, опять же. Чили вон добротно есть. Ну, что, хороший кальмар. Давайте посмотрим. Тот самый хикинчик. Ох, он там сидит хорошо. Правильно, неплохо. Чуть-чуть передержанный. Ой, да неплохо. Он довольно маленький, поэтому здесь вот голову съем. Ну, она хрустяшка прикольная. Вы знаете, да вполне. Вот прям действительно вполне. Я, правда, хвостик укусил. Вот здесь-то самые кишочки и есть. Вот, посмотрите. Откусив уже хвостик, вот эти кишочки можно как бы и повынуть, чтобы они не мешались. Вот как-то так. О, а теперь готово уже до конца все съесться. Ну, чуть-чуть твердоват. Но не страшно. Вполне. Ну, знаете, даже вкусно. Вот серьезно, прям вкусно. Ну, вот единственное, что вот это вот и кишочки, ну, да. Ничего не поделаешь, так принято подавать. Попробуем осьминожку. А это осьминог на гриле. Что приятно, здесь нарезано. То есть не придется действительно вот выковыривать что-то из внутренности и так далее. Отличные щупалки грильные. Класс. Слушайте, а пока вот, блин, работает. Серьезно работает. То есть приносят то, что вот конкретно заказывал. Давайте их заценим. Сначала просто, без соуса. Кстати, интересно, к кальмарам соуса никакого не было. Вот прям дымок, дымок. Отлично. И, в общем-то, и все. Вы знаете, не передержали. О, а вот она острота появилась. Слушайте, отлично. Прям вот отлично. Соусец вот этот мне уже как-то встречался. Он неплох, поэтому я довольно смело сейчас окуну. Он такой лаймовый интересный соус. Второе блюдо. Совсем другой вкус. Лайм. Намного более соленый. И, вы знаете, за свои деньги, в принципе, неплохо. Хотя и слегка дороговато, может быть. Потому что, как вы видели в меню, они стоят по 90 тысяч донгов. Что же, теперь нужно еще что-то заказать. А я был неправ, сказав, что к кальмарам ничего не подается. К ним подается вот этот стандартный соус. Черный перец и кусочек лайма. Выдавливаешь и вот с ним тоже пробуешь. А следующее, мне хочется попробовать креветки на пиве. Я чуть ли не первый раз здесь встречаю именно какое-то блюдо на пиве. Это читается так. Стоят они 95 тысяч. Давайте подождем, что за креветочки на пиве. А в конце там еще есть какие-то речные креветки. Их тоже очень хочется заказать. Дождемся пока на пиве. Вот это, пожалуйста. А, вот, сейчас, секунду, секунду. Не услышал он еще раз. Лаудер. Креветки в рулетах несколько килограммов. А, цена от килограмма. То есть просят, сколько, значит, сколько вешать в граммах, короче говоря. Сейчас, не вопрос, скажем. 300 грамм. Вот она показывает мне в 300 грамм тыкает и показывает такой 300 грамм. Я говорю, да, 300 грамм. Здесь в ресторане также есть еще и аквариумы с живыми всякими гадами. Рыбами, крабами и прочим-прочим. Здесь очень просто, естественно, заказывать. Ты просто тыкаешь пальцем, что тебе нужно. Взвешивают на весах и как бы и все готово. Поэтому у нас сегодня эксперимент заключается исключительно в заказе из меню чего-то. Потому что с этим разберется как бы вообще любой. И вот подоспели креветки в пиве. Выглядят они снаружи, ох, горячие. Как просто обычные креветки. Я так понимаю, что их варят просто в пиве. Получилось их здесь сколько? Раз, два, три, четыре? Восемь штук. Я думал, что будет меньше, но сравните, да? Вот настолько разнокалиберные прям вот креветочки получаются. Ну, кстати, маленькую и попробуем. Она уже прям подостыла нормально как раз. Интересно, будет ли хоть какой-то запах, аромат чего-то от пива здесь? Чистится отлично. И по ощущениям прям как будто бы... Ну, кишочка понятная, ничего здесь не вычищено. Вот так почистим быстренько. А, здесь же есть соус специальный тоже для креветок. Он здесь практически ко всему подается. Это лайм в черный перец выжимаешь. Ну, лайм вот прекрасно с перцем подходит. Чтобы прям какой-то... А, сладенькое в конце. Надо еще одну попробовать вот без уже лайма. А то я было сразу разогнался такой и прям туда их окунул. Хорошая креветка, хрустящая. Классная. Просто креветочка на самом-то деле. То есть вот прям, чтобы я какое-то пиво несусветное почувствовал, так нет. А я боюсь, что они варят просто, знаете, в обычном лагере, который вкуса не даст. А для этого нужен подходящее бы что-то, знаете, темное, портер, какой-то такого плана пива. Это хорошие креветки, просто хорошие креветки. Здесь особо сказать вот просто нечего. Это вкусные, непереваренные, хрустящие креветки, которые очень хорошо заходят вот с этим соусом. И вот у нас последняя страничка. Очень даже уже интересно становится, что здесь будет. Так. Потому что здесь как раз очень крутые какие-то штуки. Так, вот хороший перевод. Остановим его. Кальмар. Кальмар его. Чернила, морской окунь, рыба мутная. Ну вот, кстати, интересно было бы рыбу мутную заказать. Потому что кальмаров у нас уже было. Живая тигровая креветка. Почему бы нет? Тоже интересно. Давайте как-то вот эти две позиции, наверное, и закажем. Так, вот она. Сейчас бы посчитать. Раз, два, три, четвертая снизу, правильно? Да, раз, два, три, четвертая снизу. Вот это. Вот это, пожалуйста. Да? Окей. Так, и рыба мутная. И вот это. Я не знаю, что за мутная рыба. Вот, серьезно, пускай у нас сегодня будет какой-то невероятный сюрприз. Что это за мутная рыба? Она не спрашивает за граммы, за килограммы. А, она сразу ценник показывает. Триста девяносто. За килограмм? Или за килограмм? Так, тихо. Все, будем уточнять. Триста девяносто. Дорого, поэтому нужно уточнить. Рыба за килограмм или за штуку? За килограмм пишет. А можно взять меньшие килограммы? Тогда нам маленькую рыбу. А, полкило пишет. Нормально? Окей, окей. Так. А креветки? А, они по штукам, да? А, они по штучно, да? А, у них вот она пишет. Ноль три килограмма, одна штучка. Ну, давайте одну штучку и закажем. Одну штуку? Нет. А что? А, она триста... Триста грамм. Хорошо, триста грамм. Хорошо, триста грамм. Окей, вот все. Вроде как уже маленько подразобрались. Порядок. Давайте подождем, что нас здесь будет ждать. Какой-то сюрприз очередной или нет, не знаю. Забавно получается. Развлекуха страшная на самом деле, прикольно. А, спрашивает, как приготовить. На гриле, пожалуйста. На гриле, пожалуйста. Отлично, порядок. Надо четко произносить, а то он, набери, пожалуйста, еще подумает, что-то не того. Полкило, да, да, полкило. Окей. Да. Триста грамм. Да, окей. Да. На гриле, а, она спрашивает, на гриле. Да, и креветки тоже на гриле, окей. Я, я, я. Да, да, тоже на гриле, да. Мне сложно понять, что означает разбитая вода сатэ. А, это, наверное, соус сатэ. Сатэ, окей. Сатэ, окей. Да. Сегодня, наверное, один из самых веселых выпусков. На самом деле, это действительно прикольно. То есть, когда вот ничего не понимаешь, приходишь сюда и действительно как-то с помощью техники вот реально справляешься. Это забавно, это прикольно. Но нужно именно ни в коем случае не нервничать, когда что-то не получается, а просто потихоньку вот с шутками-прибауточками вот так вот разберетесь. Я думаю, будет все у нас в порядке. И дождемся последних вот этих вот двух блюд самых неожиданных будет. Хотя, вроде как, договорились нормально все. Вот подоспели как раз-таки и те самые речные креветки. Признаться, я что думал, будут, знаете, вот те, которые с огромными головами, длинными клешнями. И внутри будет что в головы тоже поесть. Но нет. Это именно что речные креветки, но, знаете, которые вот выглядят точно так же, как морские. Я, простите, за кадром уточнил это. Вот, чтобы, знаете, уж лишний раз тут базары не разводить. Но, тем не менее, да, это действительно все в порядке. Речные креветки, но вот не те, которые я рассчитывал. Что же, они, по крайней мере, грильные и сверху уже все почищено. Оставлен только хвостик и голова. Это хорошо. Чуть-чуть ног еще. Знаете, так попробуем. Грильная креветка с этим соусом. С ним повкуснее, да, согласен. Ну, вот что-то как-то креветки, вот они какие-то обычные все. С другой стороны, а что можно такого невероятного ожидать, собственно, от креветок? Ну, к ним тогда нужны какие-то действительно разнообразные соусы. Вот этот хороший, а с черным перцем лаймом тоже хорошо. Ладно. Мутная рыба. Что-то интересное нас ждет. Я надеюсь, что это действительно будет что-то такое мутненькое, непонятное. Вот она, мутная рыба. На самом деле, действительно мутная, потому что совершенно непонятно, что за рыбешка. Чуть позже я, конечно, узнаю, и где-нибудь такое раз название здесь появится. Соусы есть. Очень сразу же чувствуется аромат рыбы. Он приятный, он хороший. Судя по тому, что здесь еще немного рисовой бумаги и куча зелени с огурцом и прочей травы, как всегда, базилик, вот эта болотненькая трава, мята, салат, опять же, предполагается еще и заворачивать спринг-роллы. Для начала давайте просто попробую ее очистить от шкурятины и попробовать именно просто саму рыбешку. Отходит, кстати, шкурятина очень даже неплохо. Слушайте, в следующий раз я буду перчатки брать на обзор, потому что устал я уже немного от использования здешних салфеток, потому что они в отдельную плату идут. Вот это, кстати, имейте в виду. Что ж, вот рыбешка уже и почищена. Давайте попробуем. Как тебе нет. Неплохая рыбка. Серьезно, просто неплохая, хорошая. Даже, очень даже хорошая. Но прям, чтобы восхитительно, нет. Но очень хорошая. Посъедается легко. Никаких косточек, только реберные. О, ребрышки все выскочили. Поэтому, да, рыба для съедения очень удобная. Здесь, я смотрю, соус из чили и со всяким. Пахнет томатами. Ой, соус-то на любителя. Прям совсем на любителя. Он с такой, назовем это, пикантной вонючестью. Прям вот серьезно. Недаром мушки налетели. Не, он вполне себе, но я не перестаю удивляться тем соусам, которые они здесь подают. Это очередное какое-то прям открытие. Ну, действительно. А рыба хорошая. Рыба прям вот даже замечательная. Посмотрите. Ребрышки отстают. Смотрите, выскакивают. Хоп, 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 хоп. И все, и кусочек мяса есть. Нормальный, полноценный. В этом плане рыба, конечно, отличная. Но соусед с тофу. С ферментированным тофу, да. И он, конечно, на любителя, согласен. А вот, собственно, и все. Вот так вот съелась рыбонька быстро. Осталось завернуть спринг-ролл, оценить его и подвести итоги всему нашему сегодняшнему приключению. И, конечно же, сколько в итоге мы заплатили за все. Тоже надо будет проверить. А теперь, собственно, попробуем рыбу, так как она должна быть уже внутри спринг-ролла. Но я недостаточно еще привык, честно говоря, к соусам разным, которые внутри имеют в составе ферментированный тофу. Но вот он действительно такой, с приличной вонючестью. А вот этот вот зелененький с лаймом, он вот хорош. Я с ними согласен. Нужно вот так. Это вкусно. Это действительно вкусно. Когда вот ешь уже свернутый спринг-ролл, да еще вот с таким соусом, практически рыба исчезает. Она является таким мясным дополнением к спринг-роллу. И очень даже неплохим. Но они ее молодцы, они ее не передержали. В том смысле, что вот она и отходит от костей, отличная, и внутри сочная. Как вы сегодня могли заметить, довольно шумно. Дело в том, что мы хоть и приехали довольно рано, но раньше нас приехала сюда уже компания, видимо, какие-то студенты, которые сегодня воскресенье решили отдохнуть, значит, своей полугруппой, просто друзьями, и довольно сильно шумят. И это нормальное, естественное явление практически во всех ресторанах здесь. То есть приедь вот в такой ресторанчик, который рядом с дорогой здесь, вы практически всегда будете иметь вот такого плана компанию по соседству. Это снимать может быть не очень удобно, но когда ты сам сидишь в компании, отдыхаешь, это вполне себе нормально, естественно. Но при этом в конкретно этом ресторане есть возможность занять отдельные кабинетики, где ты можешь сидеть, где реально тебя уже никто не будет домогать своим шумом и так далее. Но я просто специально сегодня туда не заседал, именно для того, чтобы показать вам такую вот атмосферу, как это вот здесь вот происходит. Подводя итог, можно сказать, что сегодняшний эксперимент удался. Дело в том, что это действительно весело, задорно и забавно, когда ты сам переводишь что-то и пытаешься, значит, с человеком объясниться. Нужно отметить, что техника уже вполне себе доросла до того уровня, что действительно справляется с переводом вот так вот в онлайне. Да еще и с человеком, с официантом в данном случае можно действительно поговорить. Поэтому мне здесь очень понравилось. Ну а заказывали мы те самые блюда, которые в основном обычный турист, приезжая сюда, он же их и будет заказывать. Что креветочки, может быть какая-то рыба. Ну амаров, крабов сегодня не заказывали. С ними просто и так все понятно. Хотелось пройтись именно по основным туристическим каким-то блюдам. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Да, и небольшой постскриптум. Тот перевод, который нам показал, что это речные креветки, все-таки правильный перевод был, что это живые креветки. Вот так вот получилось, что мы, грубо говоря, одни и те же креветки заказали под разными соусами. Все это нам сегодняшнее приключение обошлось в миллион двести. Что, в общем-то, я считаю неплохим, таким добротным посиделками для трех человек. Это очень даже неплохо. По поводу чаевых, как оставлять. Если вы заскочили буквально выпить кофе, то ничего оставлять не нужно. Если парочку раз официанта подзывали, значит 20 донгов будет вполне себе достаточно. Если вы посидели нормально компанией, покушали 50, очень даже будет неплохо. Официант будет этому доволен. Ну а мы сегодня бедную девушку замучили очень сильно, поэтому мы оставим сотню. Ну и все, на этом, пожалуй, действительно уже теперь все. Даже Дива не переводит, ты что не видишь? Я не знаю, в чем проблема. Додергались. А, так он в горизонтальном, что ли, не переводит? Ему только вертикальный подавали. А, ну понятно. Он только в вертикальном положении переводит. Ну а если попробуем? Не перегрилили? А ты попробуй сказать слово, не перегрилилили. Не перегрилилили. Не перегрилилили. Не перегрилилили. Блин, капец. Это реально, Ромка, новый челлендж. сказать слово не перегри... Не перегри-ри-ри-ли-ли-ли. Это да. И вот подоспели речные... Ребята, конечно, шумные. Если орать, я голос сорву же ведь, серьезно. Потом роликов неделю не будет. Ну, не хочется. У меня и так уже, слышишь, садится. Уже прям не могу громко. Это я сейчас нормально говорю. А если я начну громко говорить... Крыша вверх поехала. Хорошо не у меня. Хорошо, что не потекла. Нет, она-то как раз потекла. О, икра. Ничего себе. Ой, горькая. Я думал, она будет сладенькая. Нет. Икра горькая. Не хочу икру. Так, не говорить с ней. Вы с ней не общаетесь. Нет, 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 нет. Не говори с ней. Только мне и телефон. Если... Блин. perdяна, я не хочу. Не понял. Субтитры сделал DimaTorzok